В Якутске обнаружены старинные нотные рукописи. Необычность находки в том, что они принадлежат перу выдающегося якутского композитора Марка Жиркова. Наш корреспондент Туяра Филиппова вместе с композитором Кириллом Герасимовым выяснила, какую ценность представляют эти рукописи. Горожанка Наталья Кириллина три года назад приобрела дачу на Хатамуряхе, как оказалось бывшим хозяином. Дачи был известный в Якутии врач-фтизе-хирург Григорий Кокшарский. Новая хозяйка, только сейчас обустраивая дачу, случайно в старом сундуке обнаружила пожелтевшие нотные рукописи. Увидев дарственную надпись самого Марка Жикова, Наталья решила обратиться к нам. Вот, в основном, вот, я очки не надела сейчас, но это сейчас я хотела вас показать, вот здесь, в этом я покажу. А вы написали название, да? Нет, нет. Вот его, видите его? Вот, вот автор музыки. О, вот это вообще. Это точно, да? Это уже, это роветие. Кирилл Герасимов, увидев находку, сразу признал почерк основоположника якутской музыкальной культуры Марка Жиркова. Вот эти песни, в принципе, они есть, они находятся в этих, в его фондах, да? Ну, просто интересно, что он вот, переписанный его рукой, эти песни были вот подарены Кокшарскому. Подлинность вы удостеряете? Да. Из Табин Кокшарской. Известно, что врач Григорий Кокшарский очень хорошо пел и даже исполнял в годы войны в спектакле «Майская ночь» партию «Левко». По рассказам очевидцев, у них в доме устраивались певческие вечера, на том, из которых, по всей видимости, и была подарена рукопись шестью песнями Марка Жиркова. Они, прежде всего, имеют, конечно, историческую ценность, как вот авторская рукопись, раритетная какая, притом с дарственной надписью. Но у него хранятся, ну, вот его, национальные дотики в архиве, да, вот его рукописи. Вот. А вот такое вот дарственное, вот, очень интересное. Ну, скажем, и для пляжа. Ну, надо еще посмотреть, здесь, может, еще что-то. Может быть, неизвестные какие-то, да? Ну, да. Могут быть. В канун 125-летия выдающегося композитора готовится к изданию собрания сочинений, четыре тома из которых увидят свет в этом году. Также в апреле на сцене театра опербалета будет исполнена ранее нигде не звучавшая сюита Марка Жиркова, не так давно обнаруженная в архивах Национальной библиотеки. И это сегодняшняя находка на даче, как будто знак, что неизвестных страниц музыкальной культуры еще много. И надо их сохранить для будущих поколений, пока рукописи безвозвратно не истлели. Туяра Филипова, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.